так господа хорошие всем привет ну что похоже на гольфе короче застучал и стучит он так периодически на оборотах когда машину на холодную заводишь холодный старт или любой старт начинает стучать тар 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 потом перестает и вот сейчас вот если вот так вот едешь спокойно вот 60 километров в час без добавления газа вот так вот накатом практически он не стучит как только добавляешь газу то идет стук звук тар 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 особенно когда если ты газу личку продавливаешь набираешь скорость ну вот примерно сколько вот 60 и вот начали набирать вот он застучал 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 о стучит 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 я думаю слышно вам вот так стучит вот 80 мы идем вот сбрасываем газ он перестал стучать вот добавляем газ стучит постучи стучит газ бросили переключились вот плавненько накатом идем перестали перестает стучать нету стука и еще довольно часто загорается давление зумер пищит и давление мало масла и моргает лампочка вот он запищал лампочка заморгала изумер запищал вкладыши износились все масло пропускает отсюда получается с такой такой звук стучит и вот масло загорелась и звенит зумер короче что делаю еду так нельзя делать но мне надо доехать до магазина и купить запчасти купить вкладыши и поменять вкладыши старые изношенные и новые ставить в общем сейчас я дую в магазин покупаю вкладыши и меняю но китайские ребята ни в коем случае не берите не покупайте не надо лучше переплатить и там 5 долларов разница 5 долларов и купите хорошие либо кол беншмитт либо моли они будут работать а китайские вкладыши работать не будут пока они новые вы поставите они поработать но их потом сразу же пробьют ну хотя кому как но насчет китайских вкладышей я однозначно не могу утверждать что они будут работать надежно долго и качественно так сейчас послушаем как сейчас движок горячий на холодную он вообще сразу с первого пуска такой грохот стоит что аж невозможно посмотрим сейчас как он на горячую запускается какой звук дает вот такой вот грохот стоит ну сейчас будем разбирать так парни практически все подготовил для того чтобы снять промвал вот он то есть все вот здесь лобовой разобрал здесь что мешало снял и в частности вот вентилятор снял кожух с вентилятором я еще за заодно хочу поменять вот эту трубку вот железную печки которая идет с помпы мимо масляного фильтра с редуктором и уходит вот сюда на печку вот эта трубка у меня есть новая и хочу поменять поэтому чтобы здесь место освободить короче я снял то дополнительно кожух с фильтром так снял вот там вот лапу с подушкой крепления подушки подушки всех она кирдык болты естественно не отворачивались и два болта сломал один в подушке в самой лапе и второй тоже короче говоря в алюминиевой лапе обломал не обломала там в самом алюминии резьба короче вместе с болтом сорвалась здесь эту лапу тоже освободил открутил сверху снизу вот но сейчас посмотрю как не схватит здесь промвалу выйти через лонжерон вот в принципе вот так уже более-менее достаточно но если сейчас не будет хватать вот еще надо двигатель приспустить вон ту подушку вот эту подушку короче говоря уберу и движок более отпущу больше вниз ну и уже снял поддон поддон снял и пацаны там я увидел в поддоне естественно естественно эмульсию и стружку сейчас покажу да вот он сам поддон и вот она эмульсия эмульсия вот она серебряночка мелкая-мелкая серебряночка вот она блестит как пудра это ладно пудра пудра но тут есть куски вон металла чешуйки чешуечки чешуечки металла что за чешуечки и от чего они и откуда они вот они так это герметик а вот чешуечки что это за чешуечки и откуда они вот это интересный вопрос сейчас вот этот вот кисель солью и промою бензином растворителем короче масло смою с этих чешуек и более детально посмотрю что это такое алюминий металл какое-то содержание наполнитель в общем стружка есть вот она эмульсия есть серебрянка это предвестник не очень-то приятный это уже говорит о поломке естественно ну и вот тут поддон подмяты хотя пару месяцев назад был ровный поддон где-то короче на кураях зимой на буграх придавили 2 2 вмятины есть надо его будет выпрямить не забыть стукануть кувалдочкой молотком да вот она серебрянка чешуйка есть так ну а сам промвал вот он вот уже можно видеть его отсюда смотровое окошечко и конечно можно отсюда видеть вот он кабанчик люфт есть слышно я не скажу что он вот так большой люфт как бы есть но насколько он большой пределах норм или как вот он так 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 стук есть вот именно вот этот стук то и был когда его заводишь первые 30 секунд туда там 15 секунд конкретно стучит гуляет именно вот этот вот похоже конкретно похоже сейчас его так его не могу определить потому что стоит вот то вот штуковину ее нужно будет снять сейчас мне ну вал гуляет однозначно вот он стук тык-тык-тык-тык-тык да наверное сейчас эту подушку скорее всего дам больше отпущу чтобы здесь лонжерон не абсолютно полностью никак не мешал и уже вытащу промывал вот поддон помыл обезжирил от масла и вот теперь хорошо видно стружечку а стружка здесь мощная тяжелая это говорит об одном вкладыши нету вкладышей пробитые и и причем так нехило жирно пробита такая вот петрушка такая вот петрушка вкладышей сейчас какие шматки шматки хорошие жирненькие жирная чешуя сейчас залезу посмотрю что там какой с коленом с бугелями так вот она картина репина ну собственно говоря я уже сразу вижу вот она эта тема вон он след набитый о как гуляет момент истины партнер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Болты растянутые. Пошел. Болты чуть-чуть потянулись. Опа. Момент истины. Момент истины. Опа. Опа-опа. 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 Кладыш прослабленный. О, здесь его, короче, нету. Ой, блин. Вообще нету, короче. Вот он. Проворачивала его. Нехило. Причем, причем нехило. Вот и второй. Вот оно коленом. Вот оно шейка. Вот такая шейка. Плохо. Плохо делом. Посмотрим, что тут произошло. Ну, на бубельке вот есть потертости от того, что вкладыши крутились, винтились. О, ни хрена себе. Это что за следы? Вот это вот следы. Беспонтовые следы. Таких не должно быть следов. Охереть. О, смотрите, помятости. Помятости. Ничего себе. Вот они. Вот и вот. 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 Помятости на металле. Четко видно. Вот. Как такая вмятость. Как будто грязь была. Здесь. Между шейкой бугеля, так скажем, шатуна. Между шейкой шатуна и шатуном. Вон грязь, вон грязь. В смысле, не грязь, а вот они такие помятости глубокие. Вот. 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 Это от вкладыша такого не будет. Такого не будет от вкладыша. От вкладыша только здесь будут следы. Но никак не на вот этой вот соприкасаемой между друг другу поверхность. Здесь абсолютно ничего не должно быть. Здесь должен быть чистейший металл. А здесь вот такие вот нихрена себе вмятины. Как будто здесь какие-то были инородные тела. И эти тела вот так вот раз прикрученные и сдавленные промятости в металле. Охренеть. Да, он весь полностью стёртый. раздавленный. Вот это у него края. Вот. вот они расплющенные. А этот тоже расплющенный. вообще разбитый он, расплющенный хлам. Замка, естественно, вообще никакого нету. Смотрите. Вот она. Щель. Щель. Расплющила. Раздавила и расплющила. 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 Короче говоря. Такая вот херня. Субтитры сделал DimaTorzok